Моим соавтором по этому докладу является академик Раасан Травуш Владимир Ильич. Он тоже интересуется, он вице-президент Раасан и курирует строительные науки. И интересуется, так сказать, различными областями, в том числе нормативной составляющей регулирования строительства. Значит, и вот этот первый слайд, он заимствован. Вообще строительная отрасль в настоящий момент переживает такую, я бы сказал, перетурбацию. Разработана, вернее, она еще не утверждена, но вот-вот будет утверждена стратегия развития строительной отрасли до 22-го года, по-моему, и до перспективы до 30-го года. Ее разрабатывает такая компания, такой авторский коллектив, но курирует этот авторский коллектив и руководит им это ФАУФЦС, Федеральное агентство по нормативам, которое подчиняется Минстрою, Министерству строительства. Но идеологическая компонента этой деятельности закреплена за, есть такая при правительстве, центр, экспертный центр, который разработал саму стратегию разработки вот этой программы развития строительства. и в том числе по всем разделам, там очень много, а эта сама программа, она уже готова, и все, кто интересуется, может ее посмотреть, а там примерно около 170 страниц. Все разделы, и жилищное строительство, и сельскохозяйственное строительство, и промышленное строительство, все-все-все-все, вообще очень интересный и полезный документ. В том числе там есть и раздел техническое регулирование. Этот раздел разрабатывал вот этот как раз ФАУФЦС. Куратором этого раздела и вообще всей программы в Министерстве является заместитель министра, мой однофамилец, Дмитрий Анатольевич Волков. Значит, я был привлечен в качестве эксперта, что ли, от РАСН, я и Владимир Ильич Трауш, мы там вдвоем вот в этом совете, по подготовке вот этого раздела по техническому регулированию. Итак, вот такая значимая часть в области технического регулирования строительства в стадии разработки, в стадии пересмотра и дискуссии, это вот как раз это часть этой программы техническое регулирование. Вот этот слайд заимствован как раз из стратегии развития строительства, части, касающейся технического регулирования строительства. Он начинается с посвящения, что нормативно-правоевые акты, то есть всякие законы, там верхние, и нормативно-техническая документация, это всякие стандарты и так далее. Вот показана группа технических регламентов, это они все принимаются на уровне Государственной Думы, как законы. Вот ФЗ, ФЗ – это законы. А вот технические регламенты, они тоже принимаются как законы. Ну, наши чисто строительные – их два, можно так сказать. Это 384-й основной. И 184-й основной – это называется о техническом регулировании, закон. 184-й указ. Дальше – стандартизация, группа стандартов. И вне законодательства о техническом регулировании, но тоже в обязательном. Обязательность их определяется различными перечнями, критики которых я очень скоро перейду. Вот проблемы технического регулирования, которые были обозначены самой этой программой развития строительной отрасли в части технического регулирования. Перечни своевременно не актуализируются, все время отстают. Почему? Потому что, когда принимался закон о техническом регулировании в 2001, по-моему, году, который разгласил добровольность применения стандартов, любых, в том числе и строительных, и получилось следующее. Всю жизнь у нас был СНИП-1001, системно-нормативный документ строительства, где однозначно все СНИПы, все ГОСТы являлись обязательными. Несоблюдение ГОСТы преследуется по закону, государственные стандарты. И группа энтузиастов, там, Данилов, Дальян и Данилян, и еще другие, они убедили наше правительство, что стандарт является тормозом на пути развития нашей техники, что все стандарты должны быть добровольны. То есть все это списано с зарубежной практикой, которая нарабатывалась и имеет много других оттенков, но это тема другой лекции. Насколько там добровольно зарубежные стандарты, это большой вопрос. Далеко это не так. И вот, ну, когда составили технический регламент, выясняется, что целый ряд стандартов должны быть обязательны, иначе речь идет о безопасности, потому что закон о техническом регулировании провозгласил, что все, что касается безопасности, это обязательно, поскольку это логично. И это функция государства. Безопасность населения – это функция государства, обеспечение этой безопасности через выполнение требований обязательных документов. И после того, как был принят закон, вот этот 184-й, пришлось разрабатывать уже отдельный технический регламент о безопасности здания и сооружений, на что ушло целых 7 лет. А в самом законе о техническом регулировании записали, что можно составлять, все время вносились изменения. Если вы сейчас посмотрите на этот закон, там изменений больше десятка за все эти годы. Настолько он был несовершенен, и, если честно, если его начать смотреть, эти несовершенства можно продолжать обнаруживать. Но вернемся к техническому регламенту о безопасности здания и сооружений. Это наш основной закон, федеральный закон 384. Он также провозглашает добровольность, но он не может противоречить закону о техническом регулировании, который прогласил добровольность применения стандарта. Но там, где речь идет о безопасности, эту группу документов мы должны выделить в отдельный список и сделать эти документы обязательными. В принципе, все документы, касающиеся строительства, ну, нет ни одного, который вы начнете читать, и который бы не касался безопасности. Получается огромное количество, то есть ничего такого. И тогда было принято не очень умное решение. Давайте не все сделаем, а только часть документов, которые уж очень такие влияют на безопасность. И так появилась идея вот этих перечней обязательных документов. Ну, а дальше произошло следующее. Эти перечни утверждает правительство. Обновляются они раз в пять лет. А обновление нормативных документов идет все время, постоянно. Практически каждая солидная организация. Вот Владимир Геннадьевич пришел. У всех в планах обновления действующих документов. А документы обновили, а пользоваться им нельзя. Он не включен в перечень. Поскольку перечни утверждает правительство, и проектировщики не могут им пользоваться. Органы экспертизы говорят, вы не можете этим документом пользоваться. Он отсутствует в перечне. И вот это неразбериха. То есть разработан документ, потраченные деньги, хороший документ, нормальный, но пользоваться им нельзя, поскольку он не включен в перечни. А перечень пересматривается раз в пять лет. То есть вот такая заковыка, она не... Все понимают абсурдность этого, но исправление этой ситуации идет очень медленно. И так перечни современно не актуализируются. То, что противоречие дублирования, о чем я буду говорить чуть дальше, новые и актуализированные научно-технические достижения тоже очень плохо включаются. Это вот проблемы. И вот сложности, эти вот шестеренки плохо зацепляются и вообще все буксует. И вот несмотря на то, что по данным ФАУФЦС у нас довольно активно, видите, 200 сводов правил актуализировано с 15 по 19 за 4 года. Чуть не каждый день новый. Так, дальше поедем. Иначе я тут буду очень долго говорить. И вот они поставили задачу создания единой комплексной взаимосогласованной функционально-ориентированной системы нормативного документа. Это такая задача, цель вернее. И вот какими способами это может быть достигнутым. Дальше я уже перехожу, собственно, к своему сообщению. Ну вот обновление нормативной базы чрезвычайно важно, поскольку здание – это межотраслевой вид, строительство – это межотраслевой вид деятельности, здание и сооружение нужны абсолютно всем. Поэтому строительство – это самое главное в области нормирования, поскольку даже в авиации, например, нет технических регламентов. А в строительстве есть обязательные, которые принимаются на законодательном уровне. В техническом регулировании до настоящее время не выработана встроенная методическая система обновления всех этих документов. Ну вот здесь как раз написано, что подготовленный проект нового перечня обязательного применения. И получилось так, что вот это, пожалуй, самое главное, о чем я должен был сказать, еще раз вернуться к этому, что когда появилось и все приняли эту идею подготовки этих перечней, сколько же должно быть перечней? Либо все перечни, но умные головы наверху сказали, ни в коем случае, давайте мы какое-то количество сделаем очень обязательных, а какое-то количество будет необязательным. И вот всего в новом перечне уже было раз, вторая редакция. Сейчас пересматривается этот перечень, и у всех, кто может, может ознакомиться с еще одной редакцией перечни, которая в настоящий момент обсуждается. Там примерно 70 документов. И путаница с добровольным и обязательным начинается с самого регламента. Там есть некоторые положения, вот согласно положениям этого регламента в статье 6, документы применяются на добровольной основе, также обеспечивают выполнение обязательных требований этого регламента. Получается, что обязательные требования можно выполнять на добровольной основе. Тем не менее, вот такая запись в законе. Можно добавить, что и с обязательным выполнением не все ясно в регламенте. Итак, статья 6 регламента содержит положение о том, что упомянутый перечень должен содержать указание возможности соблюжения обязательных требов на альтернативной основе. Это вот тот самый идея, как бы мы слишком обязательные документы начнут тормозить развитие научно-технического прогресса. Оставим-ка лазейку. И вот появилась такая запись, что может быть альтернативная, на альтернативной основе. Какие документы могут быть альтернативны, регламент не разъясняет. Нет. Было много разных идей, когда уж очень энергично наше правительство примерно в 10-х годах, примерно 10 лет тому назад, увлеклась идеей внедрить у нас европейскую систему нормирования. Что она депередовая и так далее, в том числе в области строительства расчетные документы на проектирование, аналоги наших строительных норм и правил, это были так называемые еврокоды. Это документы на проектирование. И вот было даже поручение, Шувалов курировал в правительстве, тогда первый вице-премьер, он там дал поручение Минстрою срочно разработать комплекс мер по переходу всех наших видов нормирования на европейские нормы. Когда начали этим делом заниматься, увидели, что это невероятно сложная задача, а самое главное, ущербно не в запас прочности, потому что у нас одни подходы, вернее, не в запас, запасы-то там обеспечиваются, прочностные, но, как его и ценой, везде там, например, в любом документе прочностные расчеты являются определяющими, то есть материал должен выдерживать любые нагрузки. Но поскольку не всё нам известно, вводятся так называемые коэффициенты безопасности по материалу. Ну, вот близкая область меняет бетон, и там к любому виду расчётных сопротивлений ещё вводится коэффициент безопасности в материал 1,3. А в Еврокодах они трусят и ввели этот коэффициент 1,5. То есть начнём считать по этим нормам и будем получать перерасход материалов. То есть наши нормы более смелые, более экономичные. Вот они-то думали, что там применение европейских норм – это панацея, давайте мы будем применять, и всё будет в порядке. А вышло, что не так. И эта идея на тормозах была спущена. И сейчас вопросы проектирования, то есть европейских вот этих Еврокодов отложены отодвинутых в сторону. Из европейских норм широко применяются и изучаются это стандарты на материалы, в том числе и на бетон. Тут надо заметить, у нас за эти годы большой прогресс. Большая группа стандартов была введена как идентичные документы. Но с этими идентичными документами тоже не всегда всё в порядке, поскольку за каждым таким документом на тот же бетон идёт шлейф довольно приличных документов на методы испытаний и так далее, и так далее, и так далее. То есть у РИОС получился такой, например. Есть такой европейский стандарт ЕН-206. Бетон – основные технические требования, грубо говоря. Он был применён у нас как идентичный 57-345 и утверждён Росстандартом и запущен как российский стандарт. Поскольку он имеет ссылки на десятки других европейских стандартов, то есть он автоматически сам себя повесил в воздухе. Эти стандарты не переведены, нет их наших идентичных вариантов текста. Поэтому стандарт весь сел в воздухе, пока очень энергичные люди начали говорить, что это вы делаете, вы тут всё нам изуродуете. Хотя сам стандарт довольно безобидный. Почему? Потому что в нём нет центральной записи. С введением этого стандарта отменяются другие. Это всегда пишут в любом стандарте, заменяющим. Выходит, с введения этого стандарта его аналог прекращает своё действие, начинает действовать новый стандарт. И даже в некоторых стандартах, как вы знаете, в новых, вот сейчас уже, например, и там написано, начинает действовать с 1 января 2020 года. А стандарт уже опубликован. Пожалуйста, работайте с ним. И вот такой казус получился с европейскими стандартами прямого применения. Но, повторяю, наши соседи, Белоруссия, Казахстан, они энергично изучают эти стандарты и применяют. И вообще, это ещё нам предстоит, заниматься евростандартами и двигаться в этом направлении, дабы быть на уровне. Но, однако, вернёмся к противоречиям, о чём, что являются темой моего сообщения. Итак, у нас, значит, через перечень обязательность документов решили реализовать, поскольку речь идёт о безопасности. И поэтому вот мысль этого я уже вам доложил, что когда составляли эти перечни, то получается очень большой список. И была дана команда, что ограничить по максимуму, что те, без которых никак нельзя. Их вот набрали 77 документов. Из них 3 ГОСТа и 74 свода правил. Примерно это же количество и вот в новом перечне, который сейчас обсуждается. И его, наверное, я думаю, может быть, даже до Нового года и утвердят. Он тоже вызывает вопросы, как вот здесь у меня указано. Потому что указаны лишь 3 ГОСТа. А ГОСТов этих море. Ну, эти ГОСТы какие-то... Ну, один ГОСТ, бесспорно, должен быть обязательным. Это ГОСТ надёжность. А вот другой ГОСТ, например, по бетону, ГОСТ 10, правило контроля прочности бетона, спрашивается, а где дерево, а где сталь, а где каменные конструкции. Нет. И без внятных объяснений, почему бетон есть, а тех материалов нет. Ещё одно противоречие. А с методами испытания материалов, разве они не должны быть обязательны? Да, обязательно они, обязательно. Во всех лабораториях, они должны... Во всей России, все материалы должны испытываться одинаково, чтобы результаты были сопоставимы. Иначе будет полный релаж. Нет. Их нет нигде. Ни в добровольном, ни в обязательном на методы испытаний. Теперь добровольный перечень. Его тоже новая редакция опубликована уже. А если в предыдущей редакции было где-то 100-170 документов, то сейчас посчитали, посчитали, всё, и вот выяснилось, что в новой перече, оно утверждено в марте этого года, содержит 485 документов. Из них 320 сводов правил, 114 международных стандартов, ГОСТ и 49 национальных стандартов, имеющих обозначение ГОСТ-Р. И вот тут тоже одна любопытная противоречие, о котором я хочу вам рассказать. Как раз вот о методах испытаний. Вроде закидывают удочку, что должны быть методы испытаний одинаковые и так далее. И об этом даже было сказано в законе о техническом регулировании. То есть основной закон, который был принят в начале этого века. Вот этот 184 закон. Там есть статья 7, пункт 11, и даже в новой редакции, там написано, что должны быть разработаны перечень стандартов. Перечень стандартов, а раз это вытекает из положения законов, ясное дело, обязательный. Как раз касающий правил и методов исследований и испытаний. Вот я только что сказал, что нет, все стандарты никуда не попали, не включены на методы испытаний. Они должны включены. Это, в принципе, предусмотрели. Но вот эта статья 7, закон о техническом регулировании, до сих пор, вот я здесь написал, висит в воздухе никаких перечней стандартов на методов испытаний, по крайней мере, в строительстве, в правительстве не утверждено. Но в данном случае правительство в более поздних редакциях этого закона эти функции делегированы уже органам исполнительной власти. Это наше Министерство строительства. Оно вполне правомочно утверждать такие, составлять и утверждать такие перечни. Но и этого тоже нет, потому что в работе сейчас всего у нас два перечня. Это обязательный перечень, вот около 500, около 77 документов и добровольный перечень, примерно около 500 документов. А всего, вот я не могу об этом не сказать, большая группа документов висит в воздухе. Они нет ни в обязательном, ни в добровольном, потому что всего, и таких документов не одна сотня, а где-то около 500 документов, которые нигде не указаны. Вот это тоже одно из противоречий. Вот это речь о стандартах на методы испытаний, которые должны бы были быть разработаны, сделаны, и эти перечни должны появиться, но этого не сделано. Теперь о добровольных. О соотношении между добровольными документами и обязательными. Значит, в одном перечне есть обязательные документы, а в другом – добровольные. И вот самое курьезное, это оказался перечень обязательный. Опять же, вот эти головы, которые считают, очень хотелось бы с ними поговорить, почему они так решили. Каждый документ, даже стандарт, кост, надежность, он разбит на обязательные и добровольные пункты. Вот этот пункт обязательный, а вот этот пункт добровольного применения. И так практически в каждом госте, в каждом своде правил, какой ни возьми, вы найдете такие пункты. Я посмотрел, например, с ним по метрополитену. Больше сотни пунктов разбиты на добровольные и обязательные части. И вот добровольные части числятся в добровольном перечне. Этот с ним повторен и вытащено, что эти части этого документа добровольные, а в другой документ все обязательные пункты. Если вы начнете читать снипы, в каждом снипе есть взаимные внутренние ссылки между пунктами. И получается, что много добровольных пунктов ссылаются на обязательные как элемент, как условие выполнения их требований. И наоборот, обязательные пункты ссылаются на добровольные, как одно из условий выполнимости тех требований, которые в этом пункте записаны. И вот это вот, да, получается полная каша. Сейчас я перехожу к разделу, как можно было бы разрешить это дело, потому что на сегодняшний день, повторяю, Герлаш, никак не мы можем, никакой юрист вам не может сказать, что это не так или не так. Более того, вот в этих самых усугубляющие эту неразбериху, усугубляющие эту неразбериху примечания записаны в обязательных перечнях и в старой редакции, предыдущей, и в новой, вот, которая обсуждается и скоро будет утверждена. Там написано, что если в этом перечне нет каких-то документов, то все равно обязательным считается только то, что в этом перечне есть. Чего в этом перечне нет, не может быть обязательно. Вот такое примечание написано. И тогда начинается, значит, вот эта вот коллизия, о которой я говорил, когда взаимные ссылки одного пункта на другой получаются, неразрешимые. Но мы должны отталкиваться все-таки об обеспечении безопасности. Вот этот стандарт, то есть закон технический регламент о безопасности зданий и сооружений установил 8 видов безопасности. И каждый вид безопасности должен, так сказать, быть, под него должны быть разработаны соответствующие комплексы документов, чтобы было все у нас, так сказать, ком-эльфо. Но сама добровольность как таковая, она определена как некая, ну что ли, общая парадигма. Все стандарты должны быть добровольны. Это записано и в законе в 184-м, но выход из этой записи, записи, когда обнаружил спротиворечивость этой записи, был найден через издание технического регламента о безопасности зданий и сооружений и перечни, которые его подкрепляют. Но сама добровольность не отменена. Она, во-первых, повторена не отмененному, а в обязательном законе 184 и еще принят был года два или три назад закон о стандартизации, 162-й закон. Там это тоже повторено, что все должно быть добровольное. Поэтому, если там это все записано в этом законе и в законе о стандартизации, спрашивают, зачем составлять добровольный перечень. Отдельный перечень для добровольного применения не нужен. Это тавтология, дважды добровольные. Берешь любой стандарт, он о приворе добровольный, кроме тех, которые включены в обязательный перечень. Ну, вот я уже об этом говорил. Эта фраза, которую вы сейчас читаете, она мной уже озвучена, что сейчас новый перечень. Вот этот 831 перечень добровольного применения, где около 500 документов, значит, включено. В этот добровольный перечень вошли вот эти добровольные части обязательных документов. И по недоразумению, это говорит просто о невнимательности составления такого важного документа, как перечень, повторены несколько документов из обязательного перечня целиком. в том том, в том числе и ГОСТ, например, вот этот Супер, я считаю, который делает ненужным вообще регламент о безопасности здания и сооружения. Это ГОСТ 27751. Надежность строительных конструкций. Там все прописано, как нужно проектировать и каким способом, какими средствами должна быть обеспечена безопасность сооружения в целом. Так вот, он там вы посмотрите, вы увидите, что этот ГОСТ там, Супер ГОСТ, я его могу назвать, повторен как добровольного применения. Вот здесь, вот это как раз ситуация, которая показывает противоречивость состояния нашей системы технического регулирования в строительстве. Что вне официальной системы документов оказалось очень много документов, которые не упомянуты ни в том, ни в другом в перечне. Их статус непонятен. Первым делом, что нам должно быть понятно, это ясность всей системы. А когда что-то неясное, это получаются различные варианты толкований нелегалов, я считаю. Это нелегальные документы. Не там, не там они не укляют. Более того, то, что здесь в этой фразе, я уже вам доложил, что действительно сами перечни являются тормозом на пути обновления нормативной базы. Поскольку особенно обязательный перечень, потому что для того, чтобы пользоваться тем или иным документом, он должен состоять в этом перечне. запаздывание идет очень сильное по включению этих документов в перечне. Более того, вот новый перечень повторяет те же 77 документов. Казалось бы, его сам Бог велел, раз пересматривается перечень, сам Бог велел включить сюда побольше этих самых документов. Нет, опять ограничили этими 77 документами. А все обновление этого нового перечня свелось к тому, что сами-то за эти годы своды правил обновлялись, появлялись новые редакции, хотя название их не изменилось, но внутри 29 документов было обновлено полностью за это время из обязательного перечня. Их и включили, но они повторили, заменили только те документы, тексты которых устарели. А сам перечень так и не обновился. Это курьезная ситуация на примере СП-63 железобетонной и железобетонной конструкции. Это основной, вообще-то очень серьезный документ, потому что из бетона это основной строительный материал. Почти 90% всего, что строится, строится из бетона. Поэтому это очень важный документ. И вот здесь подсчитано, что ссылки имеются на 13 сводов правил и 32 ГОСТа. Всего 45 нормативов. Из них в обязательный перечень включено 11 документов, 9 СП и 2 ГОСТа. Остальные 34 ни в каких перечнях не чистятся, ни для обязательного, ни для добровольного применения. Но без их использования применения указанного СНИПа, а это, повторяю, СНИП на железобетон, невозможно. Само включение ГОСТа или СНИПа в перечень обязательных документов ощущение, что тут царит какой-то полный произвол, экспертный такой взгляд. Хочу включил, хочу не включил и так далее. А строго говоря, для того, чтобы понять обязательный документ, влияет ли он на безопасность, должны быть очень серьезные аналитические исследования. Это оценка возможных нарушений этого ГОСТа, для того, чтобы понять, должен быть обязательный риск, ориентированный анализ должен быть применимости этого документа. И тогда, вот если вы не будете этого делать, то может получиться то-то. Но это должны быть серьезные исследования, возможно, нужна статистика каких-то аварий, 5-10, то есть нужны какие-то статистические ряды, чтобы понять, насколько серьезно может быть то или иное нарушение. Этого, конечно, не делается, да и денег на это не дают, но об этом много говорится. Есть даже несколько ГОСТов ИСО, стандартов ИСО. Вот 2394, например, обеспечение надежности строительных конструкций. Довольно толстый такой, он принят как наш ГОСТ, но он, конечно, висит в воздухе, никакого такого, об этом говорят, о необходимости такой аналитической работы, но этого всерьез не делается. Хотя такие темы ставятся. У нас этим делом занимается ЦНИСК, Институт строительных конструкций, там есть лаборатория надежности, так что дело не безнадежно по этой части. Во вся случае, проблема понимается, осознается и в этом направлении движения есть. что же делать? Мы приходим к пониманию или к оценке того, что делать, как вот выбраться из этой ситуации. Вот предложение вообще никаких перечней не составлять, вообще не нужны никакие перечни. Существует сами, для чего вообще все перечни нужны, для чего, где используются все эти нормативные документы? Да при проектировании. Проектной документации есть тот самый документ, где уже реализуются, воплощаются все эти требования, превращаясь в конкретные конструкции, в конкретные проектные решения. Там все, туда все скапливается, все эти требования. Спрашивается, вот если мы не будем никаких перечней составлять, как быть? Очень просто. Вернуться в старое доброе время, как было раньше. Были СНИПы, во-первых, нужно обязательно вернуться к СНИПу системы нормативных документов строительства, 10-0-1. Он был отменен, когда мы, так сказать, на либеральную эту самую политику переходили в начале прошлого века, то есть этого века система поплыла и появились вот эти перечни добровольные эти, эти, то есть вместо стройной системы, где все стандарты были расписаны по комплексам, безопасность, там 20-й комплекс, железобетон 52-й и так далее, и так далее, и так далее. Была полная ясность и стройная система. Отменили. Все понимают, что 10-0-1 надо восстанавливать для того, чтобы порядок навести элементарный. Так вот, когда мы, проектировщики, занимаются разработкой проектной документации, они могут пользоваться любыми видами документов. Но экспертиза покажет, насколько правомерно то ли иное решение принято, потому что для особо ответственных сооружений существует обязательная государственная экспертиза, менее ответственных там негосударственные экспертизы, и вообще редко какой проект избегает процедуры экспертизы. И во-вторых, в любой проектной организации есть так называемые гипы, главные инженеры проектов. Он подписывает чертежи, это его, так сказать, ответственность. Он берет на себя ответственность за то, что то, что запроектировано, можно строить и никуда это не упадет. А когда составляется проект, я уже повторяюсь, пользуются документами, то достаточно в проекте указать примененный документ, это будет адрес для эксперта, чтобы понять, насколько правомерно, насколько правомочно это решение принято на основании этого документа. Вот здесь как раз я пишу. Причем это технический регламент безопасности статья 15 проектировщик должен в проекте давать ссылки на примененные им нормативные документы из обязательного или добровольного перечня. Но помимо этих документов больше другим количеством норм пользуются, потому что там все, что нужно, здесь составляются длиннющие спецификации на примененные материалы. По арматуре здесь у нас сидит Вячеслав Дмитриевич Терин, наш один из основных экспертов по арматуре, знает, какие есть спецификации на арматуре. Вся арматура, которая там применена и для армирования железобетонных конструкций, против каждой написано ГОСТ, 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 ГОСТ. По этому ГОСТу она должна быть, эта арматура должна соответствовать этому ГОСТу, это и этому ГОСТу и так далее, и так далее, и так далее. То есть, всё расписано, всё привязано к документам. Эксперт определяет, насколько правомерно это, это, и уже выносит суждение о том, насколько квалифицированно подготовлен весь сам проект. А все эти документы являются, использованные, применённые документы являются неотъемлемой частью проектной документации. В этом нет ни у кого никаких сомнений. То есть, проекты, все документы стали частью проектной документации. И вот тут-то они становятся обязательными. Почему? Да потому, что проектная документация это основное, чему должен соответствовать строящийся и построенный объект. именно на соответствии проектной документации органы надзора проверяют здания или сооружения. И вот органы строительного надзора, здесь я написал, обязаны проверить строительные работы на страде производства или завершение на соответствии требований этих нормативных документов. Следует отметить, что в положении о государственном строительном надзоре ни слова не говорится, что при проверке следует руководствоваться перечнями документов обязательного или добровольного применения. Но подчеркиваю, что проверка должна проводиться на соответствии проектной документации. Если мы сделаем нормы частью проектной документации, таким образом они будут обязательными. Не нужны будут ни в добровольной, ни в обязательной перечне. Более того, технический регламент о безопасности зданий и сооружений прямо указывает, что проектная документация должна использоваться в качестве основного документа при приятии решения об обеспечении безопасности зданий и сооружений. Статья 15, пункт 10. Поэтому в каждом конкретном случае достаточно в проектной документации указать примененный экземент, сделать его обязательным, независимо от того, включен этот в обязательный перечень или нет. Царесообразность применения того или иного определяется компетентностью проектировщика. Насколько он эрудирован, насколько он знает весь массив нормативов и корректируется на стадии экспертизы. Из изложенного следует, что нужды в каком-то особом перечне обязательного документов нет. О добровольном мы говорили, что у нас добровольные и так добровольные, поскольку это провозгласил закон о стандартизации и закон о техническом регулировании провозгласили добровольных применений, а обязательность тоже никакой нужды нет, потому что все концентрируется в проектной документации. Если там документ применен, он и есть обязательный. А насколько правомочно его применение, не надо обращаться к перечню обязательному или добровольному достаточно экспертного мнения или, во-первых, квалификации самого перепроектировщика и экспертного мнения проверяющей экспертизы. И вот, наконец, я подошел к концу и там, как я уже говорил, в обязательном перечне 77 документов всего, и из них там 74 снипа. и заканчивается перечень, очень даже любопытный, СП-132, как обязательный. Но дальше вы думаете, что перечень СП на этом кончился? Да нет. В СП добровольного применения вы найдете вот такой СП, как трубопроводы промысловые для нефти и газов, правила проектирования и производства работ. Разве нефтяной трубопровод это не ответственное и не сооружение, которое должно быть абсолютно безопасным? Почему этого спрашивается СП, трубопроводы промысловые для нефти, не включен в перечень обязательный? Ответа на это нет. Или стадионы футбольные, это разве необязательный документ должен быть? Это же там десятки тысяч народу. Наш соседний институт ЦНИСК занимался проектированием стадиона ЗЕНИТ. Вот мне говорил тогда в то время директор ЦНИСК, что эти стадионы ЗЕНИТ рассчитаны на резонанс. Когда болельщики начинают одновременно прыгать в порядке энтузиазма, да, могут быть, чтобы не было обрушения, эти трибуны должны быть рассчитаны на резонансные колебания и выдержать энтузиазм болельщиков и ничего не должно рухнуть. Разве это небезопасное сооружение? И вот СНИП, правило проектирования, он никакой необязательный, или объекта строительной повышенной ответственности, правило детального сейсмического районирования. Сам СНИП, его название говорит, что это серьезный документ. Здание сооружения в цунами опасных районах, правило проектирования, тоже там нет этого документа. Здание сооружения особое воздействие, а особое воздействие, это не шуточное воздействие, это всякие зверские, аварийные как раз воздействия, и тоже его нету. Поэтому есть предложение, мы, правда, не в правомочном выносить какие-то решения, но я думаю, что идея ясна. Нужно все-таки изменить вектор разработки системы нормативных документов, отказаться от этих перечней, вернуться, обязательно разработать систему 1001, вернуться к этому СНИПу, и вернуться к идее, что основной документ это проектной документации, и отталкивается от нее, там безопасность обеспечивается, а не перечнем обязательного применения. Все, спасибо за внимание. Вот эти перечни, когда разрабатываются, профессиональные сообщества никак не участвуют в их принятии, или, предположим, самая регулированная организация в строительстве, они что, не участвуют? Нет, участвуют, висит этот перечень, все приглашают, все там свободно могут написать какие-то замечания. В частности, этот перечень обязательный доступен, любой может туда написать замечания. Другое дело, что у нас система оповещения, если раньше, опять же, в старое доброе время, когда было управление технического нормирования в госстрое, начальник этого управления был член коллегии министерства, это говорило, что это серьезный департамент, которым в обязательном порядке направлялись все проектные нормативные документы, и они должны были дать отзыв. Сейчас этого нету, к сожалению, к большому. Более того, значит, по идее, этим должно было заниматься ФАО, ФЦС, но они тоже этим не занимаются. Поскольку запись есть в законе, что строительные нормы правила, может зарабатывать любое лицо, как правило, это поручается все-таки организациям серьезным. Им же поручается размещение на своем сайте проекта этого документа, по которому они могут собрать замечания. Но кто там знает, где что там? Я помню, докладывалось у нас на научно-техническом совете нашего центра, это три института, не ИЖБ, это бетонные конструкции, не основания и не строительных конструкций, все остальные виды конструкций, автор СНИПа по алюминиевым конструкциям. Она говорит, я его вывесила и потом не могла найти, нигде не могла свой документ найти в интернете в этом. Вот такая вот система информирования у нас. Профессионалы все должны сами суетиться, грубо говоря, что-то делать, да, что-то делать. Вот я считаю, наше сегодняшнее совещание небольшое, также один из элементов вот этого вовлечения общественности в публичное обсуждение системы норм. Ну, вот вы предлагаете 10.01 ввести как обязательный и основополагающий документ, а все остальные документы сейчас что, сделать необязательные? Вот я поясню свою мысль, потому что... Нет, это одно другого не отменяет. 10.01, а 10.01, а все остальные это остальные. Например, вот я являюсь руководителем подкомитета ТК 465-го, и мы этот вопрос поднимали на подкомитете именно по 15.21, специально собрались и обсуждали. Вот действительно, ну, большинство членов подкомитета считают, что вот 15.21 это документ, который необходимо отменить. я же был на другой точке зрения и объясню ее, потому что я считаю, что сейчас полностью все отработать, как вы и сказали, невозможно, потому что около тысячи документов СП и ГОСТов, которые сейчас определяют нормированием строительства. И вот именно анализ документации, какая нам нужна, а какая не нужна, вот это сейчас есть возможный вариант для того, чтобы сдвинуться вот с вот этой точки с той, того положения, когда у нас огромное количество документов и непонятно, какие нам нужны, какие не нужны. То есть вот действительно подкомитет может выбрать обязательные СП уже сейчас и включить их в эту базу 15.21. Это уже будет шаг к тому, чтобы освободиться от ненужных документов. Вот хотелось бы ваше мнение. Но мое мнение, я думаю, что я ясно выглазил. Я не против того, чтобы или давайте расширим, это тоже вариант, кстати, давайте расширим этот, но у нас даже СНИПы-то вот эти 281, 325, откуда они берутся, эти номера-то? Нет системы-то. Это регистрационный номер, когда вы принесли СНИП туда. И вам как очередной записали 320, а следующий принес уже парфюмерию, будет еще следующий номер. Нет системы самой. это вот порядок регистрации по мере поступления 284 и так далее. Это шифр организации, это по экономической деятельности, в данном случае Минстроя, а перед этим был Минрегион, и очень долго Минрегионовский этот шифр дублировался. Сейчас только появилось новое. Нет системы даже в обозначении, понимаете? А тогда было ясно, мы знали, что 50 СНИП, который начинается на цифру 52, это наш бетон, сталь 21, СНИП, который начинается на цифру 20, это безопасность. Все было понятно, была система, понимаете, комплексы были, то есть вы сразу могли в любой документ уже воткнуть в соответствующую нишу. 1001, который вы говорите, принять, действительно восстановить. Так это и есть 1001. Я же говорю, я и говорю, что восстановить, а дальше хотя бы в соответствии с этим документом понемногу включать обязательные... Правильно, правильно, полностью согласен. Я считаю, у нас мы тут пришли к единому мнению. 1521 постановление началось с постановления 1047. Да. Когда уже стало разваливаться техническое регулирование, я думаю, что инициаторами появления обязательных и необязательных пунктов, частей, сводов правил и так далее появилось это по инициативе строителей. строительного бизнеса, потому что они захотели все-таки, чтобы при проектировании, при строительстве от каких-то пунктов, их очень много, вот как-то уйти. Когда создавался перечень 1047, я вот в то время еще тогда начинал, писал несколько писем, что неправильно выбраны пункты, неправильно сделаны. И я тогда еще познакомился с людьми, которые составляли этот список, но не все понимали даже, о чем они там пишут, что они делают. Был 1047, теперь 1521, но я думаю, что вот нашими плачем вряд ли мы что-нибудь в этом плане добьемся. Недавно проходил форум стратегии строительного производства до 30-го года, проводил Басин. я там выступил и сказал, что давайте все-таки мы на постановление форума запишем, что надо вернуться к рассмотрению 1521, и надо его или привести в нормальный удобоваримый вариант, или вообще от него отказаться. Вроде как бы приняли такое решение, но все-таки я думаю, что есть ниц строительства, есть академия строительных наук, архитектурных и строительных наук, есть у нас национальное объединение проектировщиков. Ну, неужели нельзя все-таки собраться и как-то коллективное какое-то такое мнение выставить и написать Министерству строительства с тем, чтобы прекратить это безобразие, отменить 15-й представлений Вот вы назвали организацию, я считаю, центральную, это как раз национальное объединение проектировщиков. Вот я думаю, основные пользователи, они должны это взять на себя. С привлечением ниц строительства, ниц физики, академии строительных наук, все-таки аргументированно цельноправно написать, даже не министерству надо написать, а все-таки надо написать на имя правительства, потому что этот документ не министерства строительства, это документ правительственный, но не можем же мы все-таки быть на привязи тех дилетантов строительного дела, которым мы на сегодняшний день находимся, уже просто надоело эти все дела, причем выкидывают из обязательных пунктов, ну такие, вот вы привели, это же объекты, опасные производственные объекты, определены с этим приказом 116-м службы атомного и горного надзора, ну как это, и в нашей специальности вот тоже очень много таких вот вещей, очень много, даже вот последнюю редакцию я когда смотрел по СП-60, там по котельной установке, ну просто чушь собачья написана, ну давайте, слушайте, я считаю, это будет здорово, если строительная секция все-таки это дом ученых, здесь же это так сказать, мы должны быть переполнены сознанием нашей собственной значимости, заседая в доме ученых, на сегодня функция госстандарта как-то определена? Росстандарта? Госстандарт. А что Росстандарт? Объясняю, Росстандарт, Росстандарт это сугубо административная структура, у него есть технические комитеты, их навалом, чуть не 700 что ли, ну много короче говоря, и вот то, что технический комитет рассматривает и передает на утверждение, они не не читая утверждают, самый главный орган в Росстандарте это технический комитет, он дает представление на утверждение или не утверждение того или иного документа, тут надо отдать должное разумности этой системы, потому что эксперты определяют, другое дело, что там далеко не те люди, да они даже будучи включенными в технический комитет, туда не ходят, не читают и не интересуются этим делом, такое тоже сплошь рядом. Сегодня принято решение, все научно-исследовательские работы, которые мы выполняем, мониторинг и прочие вещи, оказывается, нужно давать в Российскую Академию Наук. Я спрашиваю, а почему не в Рассе? Кто там в Российской Академии Наук занимается этими делами? Нет, правительство приняло решение, что надо в Рассе. Да нет, ну это они в Рассе, конечно, отдают. Дело в том, что в Рассе вот мы как раз входим в этот научный совет по техническому регулированию и там, но правда получилось, конечно, не здорово, когда эта идея передавать туда на экспертизу, оказался он завален этими научно-техническими отчетами, не успевали эту, и эта система начала пробуксовывать к огромному неудовольствию в ФАО ФСС, которые завязаны деньгами, потому что они говорят, пока мы не сдадим, нам деньги не заплатят, а там Минфин, то есть включаются такие структуры, которые непосредственно к экспертизе, к технике не имеют отношения. Ну, короче, есть над чем подумать. Конечно, это Рассен должен заниматься. Конечно, Рассен должен заниматься. Дело в том, здесь пора не беспален, потому что Путин стал ухас. Экспертизу сделает только рано. Только рано. Отправляет только в рано. Я думал, что ошибка какая-то. Звонит в министерство, нет, говорит, правильный. И то, что там научно-технический совет оказался перегружен, просто он плохо организовался. Ему нужно создать соответствующие подкомитеты по направлениям. Не могут все сразу разно-тематические отчеты сваливаться, а дальше там есть секретарь, который направляет на экспертизу. Это мне послали, это Владимир Геннадьевич послали. Ну или в строительные, поскольку есть отделение строительных наук, оно должно немножко расклассифицироваться дисциплинарно, по дисциплинам, создать какие-то подотделения или рабочие группы. Не знаю, как этот вопрос дискуссионный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова